Рекордный рост биржевых цен на газ в Европе продолжается. Если в начале года фьючерсы на газ на хабе ТТФ в Нидерландах стоили 256 долларов США за 1000 кубометров, то 6 октября его стоимость превысила 1900 долларов США, в очередной раз обновив исторический максимум. Таким образом, чуть более чем за 9 месяцев газ подорожал почти на 650%. С учетом низких запасов газа и ожидаемого роста спроса аналитики не исключили нового роста цен на голубое топливо в Европе. Запасов недостаточно, подземные хранилища Европы не готовы к отопительному сезону. При этом рекорды стоимости стали обновляться практически каждый день. И вообще потребность природного газа в Европе очень большая, несмотря на то, что Россия построила Северный поток 1-2, несмотря на то, что Россия через Украину поставляет в Европу энное количество газа и другие, другие есть. Несмотря на это, потребность в газе у Европы по-прежнему высокая. Впрочем, не только в Европе такая ситуация. Цены растут и в странах СНГ. Но здесь важно учесть тот фактор, что цены на голубое топливо у стран, добывающих собственный газ и импортирующих, как правило, разнятся. К странам, добывающим собственный природный газ, относятся Узбекистан. В этой стране цена за 1 кубометр газа составляет порядка 2 сомов. В Казахстане цена за 1 кубометр голубого топлива составляет 7 сомов. В России за 1 кубометр 8 сомов. В Азербайджане 1 кубометр газа стоит 4 тыина. К странам, импортирующим природный газ, относятся Армения. В этой стране 1 кубометр газа стоит 24 сома. В Грузии 1 кубометр 16 сомов. В Белоруссии 14 сомов за 1 кубометр. В Украине 34 сома в среднем. В Кыргызстане 1 кубометр голубого топлива стоит 18 сомов. Если говорить про страны ЕС или страны СНГ, мы всегда сравниваем нас со странами-импортерами, с импортозависимыми государствами, такими как Грузия, Армения. И видим, что эти страны тоже работают на базе фиксированных тарифов. Кыргызская республика, как я говорил, 150 долларов за тысячу кубометров, Армения 165. Но при этом необходимо отметить, что среди импортозависимых стран в Кыргызстане одна из самых низких цен для населения. То есть мы достигаем этого за счет того, что мы максимально сократили издержки, максимально сократили наши расходы. Если мы газ покупаем на границе по 150, населению он доводится за 212. В той же Армении покупают за 165, населению продают по 290-300. То есть разница между покупным тарифом и тарифом для населения у нас на уровне 60 долларов, то там где-то 120-130. У России наибольшие запасы природного газа в мире, но даже они периодически повышают цены. В России предусмотрена ежегодная индексация тарифов на газ, в связи с чем тарифы на голубое топливо с 1 июля повысились на 3%. В России убыточные тарифы внутри страны покрывают за счет доходов от экспорта. С июня этого года как минимум на 6% увеличились тарифы для населения и в Казахстане. По данным профильного ведомства, основные магистрали, по которым осуществляют внутреннее газоснабжение республики, отработали свой ресурс. 70% оборудования служит уже более 40 лет и его предстоит заменить. В Беларуси тоже цены на газ в этом году поднялись со 127 долларов до 128 с половиной. Хотя Беларусь покупает газ по 128 долларов, но населению продают почти в два раза дороже. То есть тарифы для населения у них такие же, как и у нас, несмотря на относительно дешевую закупочную цену. Кыргызстанцам повода для беспокойства нет. Ситуация в газовой отрасли более чем устойчивая. Стабильные цены и поставки газификация новых районов идет своим чередом. Кыргызская республика работает на базе не рыночных цен, а на установленной фиксированной цене, как стране, партнеру Российской Федерации, как члену ЕАЭС. И на основании межправительственного соглашения у нас установлена фиксированная цена на границе 150 долларов за тысячу кубометра. При этом необходимо отметить, что те цены, которые сейчас ведут в Европе, в Америке, то есть 902 тысячи долларов за тысячу кубометров, это оптовые цены. То есть до населения они доводятся еще плюс 30-40%. До 2014 года при ОАО «Кыргызгаз» закупочная стоимость природного газа на границе составляла 290 долларов за тысячу кубометров. Если бы себестоимость голубого топлива оставалась на том же уровне, то один кубометр газа стоил бы больше 31 сома, то есть на 13 сомов дороже, чем сейчас. Газпром России нам газ поставляет надежно. И можно сказать, Газпром России, когда в 2006 году он пришел к нам, им удалось создать надежный и свободный рынок не только по газу, но и по нефтепродуктам. Нефтепродукты литр горючки у нас сейчас стоит дешевле, чем самой России. В 2016 году закупочная стоимость газа на границе была снижена до 150 долларов, то есть почти в два раза. На сегодня в Кыргызстане один из самых низких тарифов на природный газ среди стран-импортеров в СНГ и мире. Этого удалось достичь благодаря низким эксплуатационным расходам на содержание, обслуживание и эксплуатацию. Тарифы на газ могут меняться исключительно в связи с ростом официального курса доллара США к национальной валюте, так как природный газ – международный биржевой товар. Это значит, что во всем мире его купля-продажа осуществляется в долларах США.